Всем привет, с вами Дилус и... Middle Age, Middle Age, Middle Age Да, стабильно пропадайте на неделю, на две, на месяц Это моё кредо, но ладно, ничего страшного, такое бывает Но главное, что я возвращаюсь и вернусь я с Middle Age Потому что новая игрушка новой игрушкой Storyteller Storyteller Но надо бы допройти эту прекрасную игрушку И насколько я на скорую ручку посмотрела Насколько я помню Мы остановились на расследовании И в общем-то я обещала сходить в темницу У нас тут есть ещё краевский сад, двор замка И статуя Эйнхарда, нашего папочки Давайте сходим к папочке Потом будем разбираться с расследованием, я так думаю Перед вами обедшлая статуя Эйнхарда С одной стороны она заросла мхом, а с другой покрылась паутиной из трещин Давайте ставить как есть И всё Давай я хочу свою статую Ну потому что Он просто решил Что как есть, значит как есть Вообще ничего Ну как есть, всё логично По вашему приказу в замок прибыл известный скульптор Это честь работать на статуе для вас Я знаю, что вам через многое пришлось пройти не так давно Позвольте узнать в каком образе вы себя видите Король Ну рядом с папкой-то стоять просто людином Ну такой себе Скульптор записывает что-то и делает рисовки Замечательно, но этого маловато Позвольте уточнить, какие черты вы хотите показать этим произведением Миролюбивость давайте Хорошо, хорошо Я представляю себе эту статую Последний вопрос Что для вас важнее? Ум Если будет ум и сила придёт Хороший ум будет знать, где найти эту самую силу Через несколько дней скульптор просит взглянуть на его творение Посмотреть О, боги, это так волнительно Ну что скажете, Ваше Величество? Как вам моя работа? Эдаба Не, ну правда, работа красивая, почему бы и нет? Скульптор засветился от счастья Что делать со статуей, Ваше Величество? Ну, оставляем Титул получен Он вековеченный Замок урожает новая статуя А скульптора наградили за работу Молодец! Всё, закрыта путь и статуя Пошли в темницу Я не вижу смысла сейчас вот оттягивать этот момент Погнали Мы обвинили Беатрис, насколько я помню Вот Вот это мульчик Вы стоите напротив одной из камер В замковой Ой, в замковой, да Здравствуйте, виновата лестница Кто смотрел прошлую часть, тот поймет Вы стоите напротив одной из камер В замковой темнице Рядом со стеной из железных прутьев Словно статуя стоит стражник И вылезать в камеру Бледное, закутанное В оборванное платье Беатрис Выглядит совсем жалко Обратиться к Беатрис давайте Зачем вот это вот стучать? Ваше Величество Я не виновата Прошу, отпустите меня Умневаюсь Сир, я бы никогда не подняла на вас руку Вы мой племянник Моя кровушка Как бы я смогла Это все равно, что Знаете, не давать гарантию На какую-нибудь технику, допустим Ну, например, на чайник А потом, когда чайник сгорел Такой Ой А как это? А в смысле? Не может быть Ну, как бы я хочу его вернуть вам Чайник-то сгорел Ну, мы же с вами как распрощались На словах Честая пионерская Сказал Будет работать Ну, все Никакой бумажки нет Есть доказательства Какие? Какие, Ваше Величество? Что вы такое могли узнать? Тебе это незачем знать По-моему, оно в колючках было Что-то типа того Тогда зачем это все? Вы меня ненавидите? Я сделаю все, чтобы вас задобрить Только пощадите По-моему Если я правильно помню прохождение Которое смотрела когда-то Она реально виновна Ты будешь наказан Блин Вряд ли вас поддержат За приговор без доказательств Но никто не станет Перечить королю Ваше Величество Готовы ли вы Вынести приговор? Пусть суд разбирается Как прикажете, сир Беатрис будет передан Дворянскому суду Они выслушают все стороны И привод решение о наказании На место все Сидал получил справедливый судья Позже вам Передают результаты суда Дворяне решили, что Беатрис виновна И приговорили к смертной казни Бедная Беатрис Александр со своей святой Вернулся в замок После затянувшейся охоты Он подгадывает момент Когда вы покидаете казематы И просит дать ему слово Слушаю Чудовище, ты убил мою мать У меня были причины Давайте не будем держать Вы рассказали, что это Ваша интуиция, ощущения Что ты убил ее Только потому, что тебе что-то показалось Король не обязан отчитываться Александр задал ваш ответ Такие важные решения Надо объяснять своим подданным Ладно Александр не выдержал В отчаянии Набрасывался на вас кулаками Образумить А, пощечины Ну хотя он там замахивался Это было логично Ну ладно Пощечина на отмашь Привела Александра в чувство Пытаясь сохранить остатки гордости Он тут же покинул замок Несколько недель Александр не появляется на совете И всячески старается Избегать вашего общества Однажды вы заметили Его в саду Вымещающем злого на деревьях То есть подойдем? Я больше не злюсь Я все обдумал Он сделал выводы А деревья зачем бить? Тренируюсь Только тренируюсь Вот отлично Вскоре все стало как прежде Или вам просто так кажется Так, секунду Все Так, открыто пути делегации Южан О, у нас все закрыто Левская свадьба А, свадьба у нас открыта Ну свадьба это что-то Попозитивнее Но делегация Южан Это что-то посерьезнее Поэтому предлагаю вызвать Ой, вызвать Предлагаю выбрать делегацию Южан вызвать Она уже и так вызвалась А у нас случайная встреча Вы должны принять Несколько людей Спрошениями В тронном зале На сегодня придется Отложить все дела Так, собрать весь совет Или же я справлюсь сам Давайте весь совет Работа замка нарушается Но по крайней мере У вас будет Несколько лишних Голов Науденцы Ваш рейтинг Несколько низкий Что вас уже не воспринимают Всерьез Потеряв терпение Вельможи Собрались И назначили Новым королем Вашу собаку Спасибо большое Делегации Южан Так, ваше величество Уже другое В замок Прибыла Делегации Южан Что прикажете делать? С почетом Вы устроили Помпезный прием И повысили Свой авторитет В честь приезда Послов Устроен пир Собираются дворяне И послы Южан Во главе с Сергио Вам необходимо присутствовать Но детство подавляет Королю Вас одели По последнему Писку моды Но корсет Один Слишком сильный Вы потеряли Сознание А где у него Простите Корсет Типа Под этим У него настолько Пивной животик Что ему корсет Понадобился В разгар Веселье Из-за стола Рядом с вами Поднялся Сергио Он желает Обратиться к вам Позвольте поговорить Придворным Не понравилось Что вы прервали Веселье Тем более Какого-то Южадина Спасибо за пир Но мы пришли Не развлекаться Мы пришли С требованием Выслушать Если вам дорог Мир в вашем королевстве И требую вернуть Землю Которую отобрал Ваш отец Советники Они серьезно Думают запуучить Обрата своей земли Объявите им войну И закончим с этим Советника Александр Размял плечи И принял Грозный вид Эх Вот и пришло Время войны Вы знаете Что делать Ваше Величество Слушайте Сергио Перемил Советников И снова Взял слово Наша армия У вас на пороге Если вы не согласитесь Крепость Долина падет А за ней Все ваше королевство Все останется Все останется Как есть Давайте так Как есть Уже не будет Сейчас вы можете Сохранить Жизни ваших людей Если согласитесь Земли вы потеряете В любом случае Зато вы пообещали Вас не трогать Я не хочу войны Завтра Даю дыхание Мало кто ждал Такого ответа Аааа В смысле Отдать земли Ну я просто Не хотела Войны Упс Ну как бы Я думала Что этот ответ Подразумевает собой Я не хочу Войны Как-то договориться Но не отдавать Земли Нет Это бред Давайте Перезагрузимся Быстренько А ну-ка Загрузить Ааа Ща Перезагрузим Подождите А ну Загрузить Аааа Автосейва Не будет Хорошо Тогда быстренько Все перепройду И не буду Выбирать этот ответ Итак Давайте Начнем с этого момента Я решила Переиграть По-другому Давайте Отпустим Беатрис Убедила Сир Мне Освободить Выключенную По вашей воле Да Давайте Освободим Как прикажете Сир Беатрис Будет освобождена Все обвинения Сняты Пусть идет Вы решаете Сообщить Торику О вашем решении Но его уже нет На посту Значит Завтра Ага Я хочу Пустить эту ветку Потому что Тогда На нас не будет Зоу Александр А я думаю Что это нам Пригодится В войне Особенно Поэтому Я решила Переиграть Прямо на ходу Следующим утром Вы находитесь Торика На его месте Вам показалось Что он Стревожен Что-то Случилось Ваше величество Беда Какие мы Простаки Беатрис Бежала Стражники Должили Что ночью Часово Видел Как она Скакала На лошади Прочь От замка Теперь Теперь она Не проблема И правда А И правда Позже Вы узнали Что ее Заметили На юге Она двигалась Прочью От наших Земель В горы И больше Никто ее Не видел Александр Со светой Вернулся В замок После затянувшейся Охоты Он подгадывает Момент Когда вы Покидаете Казимат И просит Дать ему Слово Слушаю Ты Ты обвинил Мою мать Как ты посмел Ты опозорил Наш род А И все Молодой Тоже У меня были Причины Она сбежала Потому что Невиновна Это просто Интуиция Александр Стецнул Зубы Сдерживая Злость Ах Вот как Значит Да Александр Покинул Вас Раздраженные В полном Недоумении Утром Вам Должили Что он Покинул За Мак А Несколько Недель Александр Не появляется На совете Всячески Старается Избегать Ваше Общество Однажды Вы заметили Его в саду Вымещающем Слобы На деревьях Ой Опасно Я хотела К нему Подойти А я выбрала Опасно Почему Мне казалось Что я выбирала Тут Хорошо Он заметил Сам подбежал Окей Я больше Не злюсь Я все Обдумываю Сделал выводы А деревья Зачем бить Тренируюсь Отлично Ну мы Это все Видели Теперь Делегацию Южан Встретить С почетом Так Значит Ну мы Можем Оставить И потерять Сердечко Можем Ну давайте Как просто Люди Не будем Тереть 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 Корон Ну ладно Вы надели Дрявые Довольские Панталоны Вышли в люди Ваш Авторитет Снизился Позволить Поговорить Там тоже По моему Все разломается Потому что Как вы Уговорить С Южаном Но Не лучше С ним поговорить Ну пускай Ломается Но С Южанем Надо поговорить Выслушать Мы все читали Советники Слушать Советника Слушать Второго Советника Нас Перебивает Все Останется Как Есть Ваши Угрозы Утомили Пошли Вон Все Значит По хорошему Вы не хотите Тогда Умрите Честь Или Себя Себя Нечесть Дарек С едой Полетели Во все Стороны Когда Вы прыгнули Под стол Рядом С вами Замертво Упал Слуга Поймавший Арбалетный Болт Попытка Покушения Не удалась Отряд Южан Бежит Прочь С Тронного Зала Стража Схватить Казнить Мне почему-то кажется Что уже они их победят Страж за мной Давайте Вы возглавили погоню Стража Обнажил мечи И присоединюсь К вам Спрятаться В толпе Солдата Какой первый Ага Из-за спины Неповоротливых Стражников Вы не заметили Как попали в засаду И словили Несколько ударов Думаю Это логично Что не бежать Спереди Типа Я Откры Южане В ротах башни Убитые Конечно Заманчиво Заманчиво Зарушшая стена А где Поход на южан А я Плотно не вижу Поход на южан А Нету Королевская свадьба Сейчас Ну Думаю Сейчас Вообще Не время Для королевской свадьбы Ну Просто Мимо Что А Открытый пути В замке Королевская Открытый пути В королевстве Поход на южан То есть Он где-то За пределами Королевства Ну На этом Вся карта Я Походу Чего-то Не понимаю В этой жизни Не вижу Очевидного Флажка Давайте Тогда К заручи Не пойдем А может Это и есть Типа часть Пути Типа Сначала Зарушена Стена Потом Еще Что-то Ну Как еще Что-то Поход на южан Отдыхая На лавке В саду Вы Засмотрелись На ветку Обвитую Плечом Стену Замка Вам не показалось В некоторых местах И украшают Затертые Символы Позвать Комните Свиты Никто Из придворных Не знает О происхождении Этих Символов Посмотреть Самому Вы Потерли Стену Рукобом И заметили Этри Символы Каждый Из которых Расположен На отдельном Камне У вас Складывается Ощущение Что На эти Камни Можно Нажать На какой Камень Нажать Давайте На средний Камень Остался Нажатым В соседней Части Стены Послышился Звук Какого-то Механизма В средней Стены Из которой Послышался Звук Обнаружились Еще Три Камня Символами Да Вот Камни Вернулись В изначальное Положение Попробуйте Еще раз Давайте Этот Камень Чем Клад Клад Казначей Пересчитал Драгоценности Распорядился Вашу Сокровищницу Весть Об этой Находки Повысила Ваш Статус Это Хорошо Камни Вернулись Изначально Камни Камни Действительно До Переда Пути Заросшая Стена Где Поход на Южан Вот Это Меня Волнует Где Нету Здесь Похода На Южан А Это Как Побыйти Из Королевства А Это Бук Королевства А Это По-моему Просто В Замке Были Вот Как Оно Работает Я Не Разобралась Хорошо Давайте Все На Южан Не Нужна Нам Эта Свадьба В Данный Момент Она Нам Вообще Никак Не Поможет Молод Король Все войска с севера и запада собраны Мы готовы выступать Я готов выступить Торик собрал совет И началось обсуждение плана битвы Плохие новости И уже они взяли крепость долины Что с защитниками? По слухам они смогли укрыться в таверне О, как углики Все вокруг закивали А Торик взял словом Пришло донесение Сейчас авангард южан Движется через поля Прямо в направлении замка Сколько Столько же, сколько и нас Их стрелки вооружены Отличными луками Но нет еще сильнее старого, доброго меча Так Что будем делать? Торик разбернул карту Восточных земель и стал водить по ней пальцем Мой король Нам необходимо объединить сил с Абатуром И дать бой На открытой местности Наш численный перевес Решит исход битвы Так, стоп Нам необходимо объединить сил с Абатуром И дать бой На открытой местности Ну давай великолепный план Может быть мы реально численностью перевысим Торик довольно улыбнулся и продолжил Я доверяю им Я не знаю почему Вот интуиция Как наш король без доказательств На интуиции Беатрис посадил Вот примерно такая же интуиция Мне подсказывает, что Все-таки надо Согласиться с этим планом Через несколько часов Прибывает Марграф Абатур Со своими отрядами Для обсуждения стратегии Совет собирается вновь Так, участвует в Совете Не, каким мы веселением Участвует в Совете Преин radar Изторик, Абатур и Александр Ваше Величество Позвольте мне с конницей Пойти по флангу И смести лучников Мы разнесем их клощей И выиграем бой Итак, маленький форс-мажор Снова с вами Ваше Величество Позвольте мне с конницей Пойти по флангу И смести лучников Мы разнесем их клощей И выиграем бой Так, я слишком мало Подожду за остальными Коня사 Мы Спокойая на стул Не пугай меня Позвольте мне с конницей пойти по флангу. Давай. Благодарю, Ваше Величество, я задам им жару. Ваше Величество, позвольте мне командовать войсками. Я воевал в этих краях и знаю эту местность наизусть. Командуй. Солдаты хотели видеть впереди короля, а ваша репутация понизилась, зато аббатуры теперь уважают больше, пускай уважают дальше, потому что они хотели видеть короля. Король, который очень маленький, по возрасту, несмышленный и человек взрослый, опытный, который уже был в боях на этих землях. По-моему, выбор просто очевиден. Ой! Пришло время выступать. Командиры привели свои отряды в боевую готовность, а слуги облачили вас в доспех и привели коня. Вперед! Знамена южан замелькали вдали. Среди стройных рядов врага вы заметили очертания катапульты и приказали отрядам остановиться. Катапульта сделала залп, камень полетел по направлению к вам. Насколько я помню, хоть это очень читерский, по-моему, надо было стоять. Вы твердо стоите на ногах и вызываете уважение воинов. Камень ужженный на голову, нет сомнений, он отдалится где-то рядом с вами. Давайте увернемся. Вы дрогнули, вскочили в сторону. Началась битва, на вас тесется разразненная толпа южан. Держать строй. Сомнятые ряды воинов не понесли потерь, маленькая победа. На короткой дистанции оказался отряд арбалетчиков. Но арбалетчики же прямо гуляют перед собой. Арбалетные болты застряли в щитах, ни вы, ни отряд не получили урона. На вас несется конник южан, вопящий что-то невнятное. Обнаженное лезвие над его головой не предвещает ничего хорошего. Нагнуться. Вы прижались к седлу и ударали южанина, только чиркнув по вашему шлему. Нас атакуют с обоих флангов, черт возьми, сделайте что-нибудь, иначе мы проиграем. Скачем. Александр окликнул еще несколько конников, и вы понеслись на вражеских лучников. Вас преследует конный рыцарь, и его меч почти достал вас. Коня удар. У вас получилось обрезать рыцарью по воде, и конь противника потерял управление. С одной стороны, несколько врагов спасаются бегством, а с другой плотная толпа лучников и других воин. Пришпорить коней, давить бегущих, ворваться в толпу лучников. Давай бегущих. Давайте давить бегущих. Враги гибнут под копытами вашего коня. Пока одинокий копейщик не пронзает его, вы кубарем катитесь по полю боя. Вас окружили южане. Это было бы логично, но мне почему-то кажется, что он не справится. Позови. С громким ревом в бой ворвался Абатур и стал раскидывать врагов. Сажайтесь спиной к спине с Абатуром, пока семеро грозных рыцарей не расталкивают вас по сторонам. Давайте отпор дадим. Абатур улыбнулся и подал вам руку, но в тот же момент его тело пронзил клинок. Ваш подданный упал перед вами, а проткнувший его рыцарь глинулся на вас. Спасибо большое. В вашу сторону движется рыцарь и делайте техничное движение алибардой. Ну, дистанцию бесполезно держать алибарда, вон она, длинная. Но таран, пора перерубить древко. Перерубить окованное древко не вышло, но хотя бы вы отбили удар. Так, рыцарь размахивает алибардой, как бешеный. Вывни зоны поражения, но приближаться слишком опасно. Дать ему выдохнуться. В конечном итоге враг и правда устает от бесконечных ударов, теперь вы можете сблизиться. Сблизиться. Мы с тобой когда-то были враги. Но сейчас пришло время сблизиться. Понимаешь, зачем я? Ладно, рыцарь оперся на алибарду и ожидает вашего приближения. Давайте зигзагом. Блин. Вам удается уклониться от удара сверху, но как только вы подходите к врагу, то получается удар древком в промежне. Ай. Рыцарь ранен и просит пощады добить. Вы обезглавили рыцаря, а батур отомщен. Правильно. Что-то идет не так. Вас окружили уже больше южных воинов, нежели ваших. Небо над вами резко потемнело от лечащих стрел. Заползли под тела. Турик обнаружил вас в странной пользе и среди сил солдат, но вы хотя бы остались целы. Мой король. Нас окружили. Врываемся из окружения. Получено достижение, проигравший! Блин! Вы слышите, как ваши воины кричат о поражении и отступают в сторону леса. Конный отряд Александра перестал вас прикрывать и бросился прочь. Вы отступили и проиграли генеральное сражение. Это позволило армии южан беспрепятственно пройти через ваши земли и захватить замок. Многие ваши сторонники отвернулись от вас. И даже ваш двоюродный брат Александр. Блин.